Друзья, всем привет! С вами Владимир Шемет на канале PSN TREO И темой сегодняшнего видео будет горячие туры в Египет за 400 долларов Поэтому подписывайтесь на наш канал PSN TREO, чтобы быть в курсе всей полезной для вас информации Как выбрать тур, что такое горячий тур, что такие туры в Египет И стоит ли отдыхать по горячим турам Все вы увидите в наших видео, в отзывах наших туристов Как у них это все было и какие впечатления можно получить, либо не получить И сегодня у нас в гостях Евгений, которому получилось хантить горячий тур Египет, грубо говоря, за 400 долларов Ну там была стоимость 414, пока он доехал, стал 424 доллара И последнее место, последние два места, это были их места Получилось у них успеть это все оформить Хотя вот реально, если, допустим, вы вот видели, увидели у нас рассылку там в горячих турах Там Египет за 400 долларов на двоих, все включено, неделю То доехать, купить этот тур нереально Просто нереально, потому что первое, что это не только вы видите Это видите и вся Украина, и страны, некоторые СНГ И большинство этих туров, в принципе, уже предоплачены А также можно еще это оформить в электронном виде Но в электронном виде не для всех это понятно Как это все можно сделать, как это все можно оформить И плюс там есть банковская комиссия Так что не каждому может повезти, схантить такой вот тур там за 400 долларов на двоих Итак, Евгений, вот вопрос 400 долларов, значит, ну 424 полностью стоимость тура Который вы там поехали Допустим, в этом году В прошлом году вы отдыхали в пятерке В хорошей пятерке, не первая линия, да Но эта пятерка Experience Premier Она на второй линии И по качеству эта пятерка гораздо лучше Некоторых гостиниц, которые на первой линии Потому что второй линии она пытается все это компенсировать Насколько большая разница? Здравствуйте, счастливчик, повезло Разница, разница, конечно, колоссальная Ну и стоимость в два раза И стоимость, конечно В два раза отличаются Тут нужно сравнивать, как бы в данном случае, не отели, а цена-качество Вот за такую цену, так какое качество Отели, конечно, разница в обслуживании Ну в обслуживании тоже, хотя в этой четверке, в которой мы ездили Персонал, ну к ним, если по-хорошему обращаться Не оскорблять, по-человечески Они тоже стараются все выполнить Помочь, в чем это, собственно, возможно Ну по еде, немножко, конечно, скромнее Ну я думаю, наверное, гораздо скромнее Да, скромнее, да Ну апельсины были, ну просто И много подносили, подносили Дынька была очень тоже вкусная Это и сладости Мясная рыба была Ну рыба каждый день была К удивлению, очень вкусная И рис Вот рис я здесь не любитель кушать дома Ну там просто, я не знаю, как они делали Ну там есть фотографии, Евгений присылал В принципе, есть, будет ссылка под этим видео На фотоотчет отдыха Евгения Допустим, в нашей странице в фейсбуке PSN Travel То есть все это вы можете посмотреть Как это все выглядело реально И там есть и плюсы, и минусы Все там вы увидите Там подробный фотоотчет Там много, штук 50 фотографий Вот И соответственно, как бы, вот вопрос в количестве Достаточно этого питания? Вполне Вполне Мы, как не самые первые ходили покушать Допустим, да А там, можно сказать, самые последние Еды всем хватало Кстати, в прошлый раз в пятерке Был такой случай Наплыл на туристов В отель И не хватило покушать Здесь тоже самое был такой случай Резкий наплыл туристов Очень много И еда всем хватало По крайней мере, я не слышал И не видел, что кому-то что-то не хватило Подносили постоянно Все-все классно было Так, чтобы где-то что-то закончилось И уже ты не смог взять Нет Было все постоянно Да, в разновидности Не так уж и много Там, допустим, мяса Да Не было каких-то там видов несколько Ну, а так Мне предостаточно лично За такие деньги А алкоголь был? Да, алкоголь был И пиво было Ну, там всякие И ромкова И виски даже было Ну, алкоголь это так Ну, попробуй так Алкоголь был А алкоголь был Конечно, в самом отеле До 22 работал бар Ну, вполне Вполне достаточно Кто хотел Ехал именно с целью Бесплатного алкоголя То, конечно Ну, качество, конечно Этого алкоголя Не знаю Лично мне Оно не очень Да и большинству Наверное, туристам Оно тоже не очень Алкоголь везде одинаковый Он одинаковый Да Как в пятерке Так и в четверке Абсолютно все то же самое Там одна фирма его делает Поэтому там одинаково Все Местный алкоголь Он везде одинаковый Почти всех гостиницах За исключением Риксоса Вот Хорошо По номеру Что у вас с номером было? Потому что номерной фонд Реально этой гостиницы Я знаю 50% Ну, реально убитый Ну, да Мы тоже отзывы Там почитали Да Были расстроены Но удивил Удивил номер Потому что Чистый Ну, были там немножко Какие-то нюансы Особенно за дверью Когда дверь открывается Да И ее забывать за ней Там Убрать Это такой самый Такой момент Бросался в глаза А так Чисто Конечно Там Не крутили ничего С полотенец Ну Достаточно Чисто Кровать Удобная Огромная Телевизор Плазменный Три канала Русских Там было Ну, мы раз Только Просто для галочки Посмотрели Сколько там каналов Какие русские И все Мы, собственно, больше его И не включали Этот телевизор Он, собственно, нам и не нужен Холодинчик Все работало Немножко там Нюанс был В душе Мыло Не было, по-моему На Рассевалочке Рассевалочке Там фотография есть Друзья Увидите Можно посмотреть А, еще Был фен Немножко Пластером Залепили Сообщили на ресепшен Об этом Мы Как Только Нас привели в номер Мы посмотрели Все Какие нюансы Там были И сразу же Представитель Который нас привел Мы сразу все показали Все Окей Хорошо Без проблем По оселению Вопросов нет Вообще Вот сразу же Мы никакие деньги Не давали Сразу нас Туда заселили И мы Мы были довольны Собственно С тем Что мы почитали Отзывы И то Что мы увидели Мы были довольны Так, конечно Что нужно было Брать с собой Желательно Это Шампунь Мыло Шампуни там Не было Мыло Было Но оно Какой-то Хозяйственное Как у нас Вот эти Хозяйственное Мыло Не сильно Пахнет Хорошо Но у нас Был шампунь Мыло То есть Это без проблем Полотенце Были Меняли Их Все Постель Тоже Жена Я не проверял Жена Говорила Меняют Раз Два Дня Кажется Что-то Где-то Вообще В лучшем Случае Раз в неделю Меняют Такого Гостиницы Уровня Ну У нас Было Все Хорошо Да Другие Отдыхающие Жалобы Были Жалобы Что Или воды Нет Или Электрика Как-то Странно Работает Но У нас Все Все Повезло Просто По-человечески Обратились С самого Начала Когда Только Заехали Без Всяких Наездов Или По-человечески Здравствуйте Добрый Вечер Как дела Посмеялись Откуда Вы узнали Поинтересовались Украина Харьков Мы Любим Харьков Украину Все Ну Нормально С самого Начала Все Так Задалось Без Проблем По пляжу Это Принципе Уже Не Первая Гостиница Что У вас На Второй Линии Относительно Того Что Нужно Ехать На Пляж И Как Часто Был Трансфер И Вообще Какие Нюансы Ну По данной Гостинице Которой Мы Отдыхали Обеда Не Было На Пляже То Есть Обед Только Был В Абели И Трансфер Был Так Сделан В 9.30 На Пляж Возил На Коралловый Пляж На Тот Момент Песчаный Был Закрыт На Реконструкцию Как Нам Сказали Правда Не Правда Не Знаем Но Мы Ездили На Коралловый В 9.30 С Отеля Трансфер Буквально Там 10 минут Проехаться На Автобусе А потом Оказалось Мы Почти Пешком Доходили Там В Пляж По-моему Если Честно Не Обратил Внимание Как Он Называется Пляж Очень Хороший Но За Трансфер Для Начала В 9.30 Туда Трансфер В 13.30 Обратно Трансфер И Как Раз Попадаешь На Обед Можно Спокойно Покушать Без Всяких Там Спешек И В 14.30 Снова На Пляж И В 16.30 Обратно То есть Как раз Подъезд Вот этот На Обед Чтобы Покушать Вообще Хорошо Полотенце Нужно Было Правда Сразу Брать В Отеле Пульте Выдачи Да Пляж Пляж Очень Порадовал Корал Предыдущий Как Мы Первый Раз Ехали Отдыхать Пятизвездочный Отель И Сравнять Этот Раз Коралловые Пляжи Там И Здесь Может Это Просто Совпадение Но Здесь Кораллов Было Больше Разноцветных Больше Разнообразия И Рыбок Очень Может Это Какое-то Сезонное Явление Не знаю Рыбки Да А вот Допустим Коралловые Леса Они В одном Месте Естественно Более Интересные Где-то Беднее Где-то Богаче То Есть Вот Ну Это Просто Что Пляж Этой Костиницы С Более Интересным Коралловым Рифом Что Для Меня Это Было Очень Собственно Зайдким Я Туда Ехал Коралловый Пляж Очень Порадовал Места Всем Хватало Даже Когда Был Наплыв Людей И Возили Два Точнее Два Автобуса Две Ходки Он Туда Сюда Делал И Мест Всем Хватало И Все Без Проблем Даже Что Порадовало Пепси Кола Фанта И Вода Можно Было Брать На Пляж То До Этого Нельзя Было Мы Воду Собой Брали На Пляж А Там Оказалось Что Можно Тут Смотрите Друзья Насчет Вот Этой Концепции Того Что Можно Там На Пляже Либо Нельзя Всем Туристам Объясняю Что Это Исключительно Как Бы Решение Гостиницы Непосредственно На месте Она Может Его Сегодня Ввести Завтра Это Отменить Поэтому Никто Как Бы Ну Из Профессиональных Агентов Никто Не Будет Гарантировать Это Что У Вас Либо Это 100% Будет Либо Это 100% Не Будет Это Всегда Концепция В гостинице Есть И Она Даже Официально Может Быть Такого Уровня В гостиницах Может Не Прописаться Вовремя Вот То Это Объяснят В гостинице Сегодня Уходит Завтра Не Уходит То Это То Что Бар На Пляже Без Алкогольные Напитки 99% Что Не Уходит Сразу Говорю То То Иногда То Акция То Ли Еще Что В Этом Вроде Был Этой Гостинице Какая То Лояльность У нее Стрельнула Она Как бы Оформила Для Туристов Доступ К Безалкогольным Напиткам На Пляже Поэтому 100% Что У вас Будет Это Либо Не Будет Ну Здесь Когда Вы Оформляете Тур Утверждать Нельзя Потому Что Это Концепция Гостиницы Гостиница Как Ставит Это В порядок В дневной То есть Исключительно На месте И то Я же Говорю Может Сегодня Быть Там Два Дня Быть Там Акция Какая-то Или еще Что-то В этом Роде Потом Бац Ее Нет И Потом Еще Может Быть Там На Месяц Ее Сделать То Это Исключительно На Исключительно Как Бы Решение Администрации Гостиницы И То Там Проплатила Не Проплатила Как У них Это Все Делается Это Их И Внутреннее То Есть Все Гостиницы Как Бы Сообщают Это Об Контракте Как Бы Операторы Тоже Стараются Эту Информацию Разместить У себя В каталогах Вот Ну Агенты Кто Знает Тот Естественно Туристам Объяснит Кто Не Знает Потом Ну Это Все Больше Касается Новичков Которые Представления Не имеют Что Такое Турист Пришли Как Думают Что Это Просто Кнопки Понажимать На самом деле Это Чуть Совсем Абсолютно По другому Потому Что Иногда Тур Может Пройти Гладко Даже Горящий Тур Там Без Задержек Вылетов Значит Тому Подобное Как С поселением Гостиницу Все В порядке Иногда Даже Негорящий Тур Может Быть С такими Приключениями Что Потом И спать Ночью Не хочется Вот Значит Ну Это Так Оступление Смотрите Значит По погоде Как У вас С погодой Было Это Был Вот Вы Недавно Вернулись Это Что У нас Было В Конец Января Да Мы Туда Ехали 16 Января А Возвращались 23 Января По Погоде Тоже Посмотрели Погоду Немножко Раскроились Погода Да По интернету Посмотрели Прилетели туда Вечерком Мы Попали Вышли С самолета Очень ветрено Было Ну Естественно Открытая Может Местность Да Так Ну Было Достаточно Прохладно И Уже Когда Нас Гид Встретил И Сопроводил До автобуса Он Нас Успокаивал Что Вчера Была Погода Хорошая Это Только Сегодня Была Такая Плохая Погода Завтра Будет Все Хорошо Ну Старались Поднять Настроение И Действительно На следующий День Утром В 7 часов Выйдя На балкон Действительно Солнце Начало Вставать Тихо Было Прекрасно Ветра Вообще Не было Солнце Начинало Пригревать Уже Чувствовалось Вот с погодой Это конечно Как рулетка Тоже В такое время Это рулетка Нам Повезло Очень сильно Погода Была Просто Прекрасная И Когда ты Вспоминаешь Какая погода Здесь была И какая там Это Просто Прелесть Это очень хорошо Эмоции Конечно Это на всю жизнь Заполнится Что По экскурсиям Где-то были На экскурсиях Да Были по экскурсиям Ну На данный момент Так сложилось У нас Бюджет Ограничен Был Ну Конечно Уже В первую очередь Это дайвинг Катание На яхте И дайвинг Как раз На крещение Мы так Запланировали На крещение Это в первую очередь И Такая была Экскурсия В город Дахаб Она называется Там Три в одном Это Голубая вагуна Катание на верблюдах И Посещение Каньона Ну Экскурсия Кому как Не на раз Только Вот Что Ну естественно Побыли Там больше Да Голубая Вот эта вагуна Она красива Тоже Ну Ехать Так 110 км Расстояние Сколько Заняла дорога По времени Да Да Честно На время Я не смотрел Мы смотрели Так в окошко Так вот Эти пейзажи Время Прошло Очень быстро Вот Если Но расстояние Мы посмотрели 110 км Были там Одна остановочка На время Мы вообще Как-то Не смотрели Прошу быстро Потому что По сторонам Смотрели Ну и сам еще Экстрим Это была поездка Там очень быстро Ездят Водители Да Там конечно Они Дорога Это сложно назвать Что они ездят Они летают Это просто И немножко Вот это тоже Был экстрим Гид Тоже был хороший Нормальный Мы с ним Поговорили О таких Как бы Вопросах У меня Дорога Ихняя дорога Стала очень Интересна Может кому-то Странно покажется Ихние Асфальтированные Дороги Которые Мы там Разговорились Говорю Что у вас Вот эта дорога Она говорит Это плохая дорога У нас Говорю Нам бы такую Плохую дорогу Как у вас Как у вас Ну такие О бензине Говорили То есть Ну кому что Мне вот эти Нюансы Интересные Были Нормально Все На любые темы Можно пообщаться Хорошие Да они там Все в принципе Люди Нормальные Нам плохих Таких не попадалось Все адекватные Все любезные Если к ним Тоже соответственно Так обращаться Адекватно Любезно И отвечают Взаимно Вот И собственно Все Больше никаких экскурсий Не было К удивлению У нас даже Деньги остались Какие-то там Квадроциклы Что-то такое Мы уже Ну уже были Да И этот самый Хотелось бы конечно В Израиль Но это в следующий раз Обязательно Поедем Будет видно Смотрите Вы по-моему Покупали связь Да Интернет Да Какую связь Покупали Мы покупали Водафон 10 долларов 10 гигабайт От интернета Покупали в аэропорту Очередь выстроилась Очень большая И Тоже Такой Нюанс И Вот эти Встречающие Гиды Они начали Кричать Так Кто Не успеет Автобус Уедет Без вас И Сами Добирайтесь Как хотите И Больше Половины Очереди Сразу Убежала Очень Быстро Убежала И мы Реально Как бы Есть Такой Момент Что Ну Долго Они Ждать Не Могут По Таким Причинам Которые Допустим Не связаны С непредвиденными Обстоятельствами То есть Если Багаж Там Потерялся Если Багаж Там Поврежден И Нужно Обратиться Там На Стойку Лос Ин Фаунд Чтобы Решить Этот Вопрос Да То есть Они Будут Ждать Но Если Там Вам Просто Погулять Вот Либо Связь Купить Ну Это Не Является Таким Жизневажным Вопросом Тем Более Что Связь Вообще Если Это Старый Город Там Есть Салон Водопон Можно Купить Вот И Соответственно Просто Напросто Как бы Кто-то Успевает Купить Там Без Вопросов Кто-то Не Успевает Еще Не Было Такого Чтобы Кого-то Оставили Там В Аэропорту Не Забрали Но Тем Не Менее Гиды Торопят Потому Что Друзья Смотрите Вы Едете В общем Автобусе То Есть В автобусе Едет Там Разного Размера Автобус В среднем Там Может Ехать 40 Человек И Представьте Вашу Ситуацию Когда 39 Человек Ждут Одного Который Хочет Купить Поэтому Тот Кто Проходит Быстрее Паспортный Контроль Соответственно Он Всегда Успевает Взять Себе Связь Для Наших Туристов Чтобы Они Проходили Быстрее Паспортный Контроль У нас Есть Уже Заготовленные Мы здесь Выдаем Туристам Карточки Миграционные Карточки Единственное Что нужно Своей рукой Заполнить Но даже Пример Заполнения У нас Подкладывается К договору На туристическое Обслуживание Вам просто Нужно Переписать Эти данные С примера В карточку И у вас Готово То есть Вы транзитом Прямо Встали С самолета Доехали До терминала Аэропорта И идете Сразу На паспортный Контроль Вам не надо Стоять В очереди За этими Карточками Слушать Гидов Которые Говорят Давайте Мы вам Заполним За 3-5 Долларов Сколько там 5 долларов 5 долларов Прилагают То что Это делается Минута Минута Своей рукой Просто Переписать Это Ничего сложного В этом нет Вот И значит За 10 долларов Покупали карточку На 10 габайт Как берет Связь Как ловит Что Ну Связь Очень хорошая Даже лучше Чем у нас Здесь Водофон Если брать Вот экскурсию В Дахат Мы ездили Через горы Там Связи нет Ну естественно Это горы А в самом Шарме Где мы не были Везде Связь ловит Очень хорошо Интернет Тоже Очень хороший 10 мегабайт 10 гигабайт Хватило нам С женой Вдвоем Очень То есть Я поставил Свой телефон Карточку Раздавал Wi-Fi И нам Хватило Очень намного И даже Осталось Ну там Можно Смотрите Как бы Насчет Водофона Есть еще Оранж Оранж Там по-моему 10 гигабайт Не 10 гигабайт А 10 долларов Это 20 гигабайт Но это иногда Бывает акцион Иногда не акцион Там тоже 10 Ну примерно Одно и то самое Ну единственное Что Вот Я пользовался Водофоном Евгений Тоже пользовался Водофоном Как бы Вопросов Нету Везде Идеально Все летает Связь Ну как бы Интернет Тот что нужно Многие наши Туристы Пользуются Оранжем Говорят Как бы Не знаю Ну как-то Это Как это Можно объяснить У них Тоже Все отлично То есть Везде Все берет Все Скорости Достаточно Но Тот кто Брал И то И другое И водофон И оранж Говорят Все таки Водофон Чуть-чуть Пошустрее Вот Я лично Пользовался Водофоном Поэтому Не могу Ничего сказать За оранж А только Те туристы Которые Уже И то И то Испытали Говорят Чуть-чуть Водофон Шустрее Ну может Быть Так Получилось Может Я не знаю Чего там Но Как бы Это Такое Мое мнение Чего-то Больше Положительного Все таки Слышу Оранж Возможно Из-за того Что там Больше Трафика Там 20 гигабайт Хотя Там Лично Я брал Это еще Когда Там Был Тариф 5 гигабайт То есть Мне 5 гигабайт А Осталось Чего-то Из 10 Да Осталось Мы не проверяли Сколько Осталось Но Гигабайт 5 это Точно Потому что Я смотрел Использование Сколько В телефоне Настройках Смотрел Сколько Использовали И там Даже До Не дошло То есть Даже Свыше 5 гигабайт Там Еще Осталось Ну Вот Родители Будут Ехать Как раз Уже Передал Уже Передал Уже Пускай Пользуется Только Один Нюанс Желательно Эту Карточку Если Телефон На 2 Сим Карты Нашу Карточку С Украины Вытащите Оставить Только Их Потому что У меня Были Проблемы И мы На Следующий День Обращались В Оказалось Просто Мелочь Ну Да Это Мелочь Но Кстати Насчет Поддержки Водокон Значит У меня Тоже Был Нюанс Когда Я Ставил Не я Ставил Значит Продавец Этой Карточки В аэропорту Ставили Мне Всю Карточку И говорят Все То Ли Через Час То Ли На Следующий День У вас Будет Все Работать Ну Я Откуда Я Знаю Значит Сказали Так Сказали Значит Будет Работать Проходит Следующий День Ничего Не Работает Что Ж Делать В гостинице Интернет Но Это Одно Слово Название Это Название Чисто Что Это Интернет Его Нет Ребята Нет В гостиницах В Шарм-Аль-Шейхе Нормального Интернета Опять В Риксосе Есть Там Да Там Даже На каждую Комнату Это Отдельный Роутер То есть Ну Там Ценник Совсем Другой В Санрайзах Еще Ничего Интернет В остальных Гостиницах Ну Так Себе Хотя Хотя Вот В экспириенсе Да Был И Кстати Сейчас В Мовенпике Шарм-Аль-Шейх Тоже Вроде бы Туристы Отозвались Что Там С интернетом Вроде бы Поправили Вопрос Ну В любом Случае Допустим К примеру Где я был В гостинице Где Евгений Был Там Интернета Нет Это Как бы Ну Нет Это Как бы Того Интернета И Соответственно Ну У нас Гостиница Он Имеется Ввиду Что Был То есть Ну Страничку Одну Может Час Полтора Открывать Вот Так Вот Я С горем Пополам Залез В интернет Открыл Там Три Странички Нашел Информацию О том Что Интернет Должен Заработать Сразу Там Либо Автоматических Настроек Не хватает Либо Там Еще Какой-то Момент В общем Если Этого Вам Не сделали Когда Вам Продавали Карточку Идите В салон Водофон Этот вопрос Решат Значит Прихожу Я в этот Салон Водофон Там Все По Очереди По Электронной Очереди То есть Там Я просидел Часа Полтора Два В этой Очереди Реально Я там Сидел Это Я В шоке Был То есть Второй Момент Значит В салоне Водофон В принципе Это Евгений Был Хадаби Я Был В Напке На Русском Языке Нету Как бы Разговора Соответственно Если Вы Знаете Английский Вопросов Нету Если Вы Не Знаете Английского С Помощью Пальцев Это Тоже Можно Объяснить То есть Как бы Я Именно Английский В этой Теме Не знаю То есть Я Объяснил Это Там Пару Словно Английским Что В чем Вопрос И Это Как бы Все Минута Дела Интернет Есть Отличный Интернет Поэтому Как бы Если Кому То Нужен Хоть Малейший Интернет Все Друзья Покупайте Карточку Либо Водофон Либо Оранж И у вас Не будет Горе То есть У вас Всегда Будет В любом Месте В Шарм-эль-Шейхе На любом Пляже На любой Экскурсии Именно В Шарм-эль-Шейхе Будет Отличный Интернет И даже В Дахабе Тоже Был Интернет В самом Городе То есть Оно Не регион Не регион Там Разделено Наверное Ну нормально Был Интернет И звонки И все Но Самый Такой нюанс Нужен Паспорт Обязательно При покупке Карточки И в магазине Обслуживания Тоже Нужен Ваш Паспорт Потому Что Без Паспорта Там Не так Как у нас Нужен Паспорт Обязательно Большинство За границей При покупке Мобильной Связи То есть Требуется Базпорт Мы не знали В магазине Мы думали Только при покупке Нужен Паспорт А оказалось И там Нужен Паспорт Но Все Благополучно Нас Вообще Хотели Говорили Вот Такси Едь Приезжай Обратно С паспортом Но Все Решилось Просто Вытащили Мою карточку С Украины Оставили Эту Карточку Местную Конфликт Какой-то Был И все Заработало Так что Такой Интернет Карточку Покупать Действительно Это лучше Вы не Привязаны К отелю Намного Удобнее И проще Друзья Это была Первая часть Видео В котором Наш Турист Рассказал Вам Что же Такое Это Горячие Туры В Египет За 200 Долларов На человека Как выглядит Гостиница Как выглядит Питание Какой пляж Как Выглядит Трансфер На пляж Ну и Некоторые Детали По самому Туру Значит Ввиду того Что видео Получилось Слишком Длинное А сократить Его Ну никак Не получилось Чтобы дать Вам Всю Полноценную Информацию О том же Как выглядят Эти туры В Египет За 200 Долларов Пришлось Его Разделить На две части И во второй части Евгений Расскажет О том же Какие у него Получились ощущения По сравнению С его отдыхом В нормальной Средней Египетской Пятерке В которой Он был В прошлом году И при разнице В бюджете Отдыха В два раза А так же Он расскажет Сравнение Впечатлений От отдыха По горящим Турам В сравнении С отдыхом В Украине И что Можно получить От этого А так же Для кого Эти горящие Туры Подойдут Либо Не подойдут Смотрите Всю эту информацию Во второй части Видео На этом Друзья Все Подписывайтесь На наш канал PSN Travel Чтобы быть в курсе Все и полезной Для вас информации Которая поможет Вам правильно Выбрать Отдых И Вы всегда Будете знать Все нюансы По Турам Всем спасибо Пока Пока